Резида, добрый день! Добрый день, Роман Викторович! Резида, расскажи, пожалуйста, откуда ты, кто ты по профессии и чем ты занималась до того, как познакомилась с сетевым бизнесом? Я из города Набережная Челны, это республика Татарстан. Я закончила Казанский государственный медицинский университет, кафедру социологии. По профессии, наверное, я себя считаю больше хореографом. Это, наверное, мое призвание. Имела опыт ведения классического бизнеса. Ну и также, наверное, с недвижимостью была связана, но за рубежом. Это твой первый опыт сетевого бизнеса или у тебя раньше был опыт работы в сетевой компании? Нет, к сожалению, у меня не было такого опыта. Но я, наверное, потребитель хорошего сетевого бизнеса. То есть я знаю, что это такое, но опыта работы не было. А что тебя вообще привлекает в сетевом маркетинге? Почему сетевой маркетинг ты сделал своей профессией? Преимуществ я увидела массу в сетевом бизнесе в целом. Это, конечно же, контингент, это люди, это прекрасный продукт. Я так поняла, что в сетевом маркетинге очень часто бывает хороший продукт. Это свободное время, это работа в команде. Меня привлекает также перспектива. Перспектива морального, духовного роста. Ну и, конечно же, интеллектуального роста. Меня привлекает здесь обучение. Изменился ли уровень твоего дохода по сравнению с тем, что ты работала где-то по найму или в своем бизнесе, и то, что ты сейчас работаешь в сетевой компании? Да, конечно. Мой доход увеличился в разы, хотя неплохой доход у меня был. Но я здесь сопоставляю свой интеллектуальный рост и считаю, что это интеллектуальный труд. Мне это очень симпатизирует. Уровень жизни у меня изменился в лучшую сторону, в разы. Как твое мнение, каждый ли человек способен сделать карьеру в сетевой компании? Любой ли молодой человек, для молодежи доступна ли карьера в сетевой компании? Я считаю, что каждый желающий, имеющий желание человек может построить здесь карьеру. Именно это также меня привлекает. То есть, не важно, кем ты был в прошлой жизни. Главное желание. Не важно, какого ты возраста или социального статуса. Я считаю, что молодежи здесь в первую очередь и место. Она доступна. Карьера в МЛМ-компании. И это самая лучшая, наверное, компания на сегодняшний день на рынке. Мой личный пример, это, наверное, самый яркий пример. Именно на этом опыте можно показать, что этот бизнес можно построить. Можно улучшить качество жизни. Можно зарабатывать. Как твоя семья, как твои родственники отнеслись к твоему новому занятию? Мой родной брат меня поддержал. У нас очень доверительные отношения. Родители мои тоже поддержали меня. Спасибо им за это. Мой отец на сегодняшний день также партнер мой. Мы с ним вместе формируем этот бизнес. Как отнеслись твои друзья, когда ты приняла решение заняться сетевым бизнесом? Мои друзья меня поддержали. Для меня это очень важно. То есть для меня это критерий. И сейчас новичкам я также проговариваю о том, что именно в этот момент вы посмотрите, какая вы личность. Мои друзья пошли слепо. Я очень тому рада. И все-таки именно это командный, наверное, дух, это на всю жизнь. Это и есть для меня очень важно. Человеческий фактор всегда для меня на первом месте. Есть ли мечта, которая уже сбылась, или которая до сих пор перед тобой стоит как цель? Наверное, их много. Что-то сбывается, что-то до сих пор как цель стоит. В моей жизни есть примеры людей, которые стали миллионерами, долларовыми именно в MLM-индустрии. Я также поставила себе цель добиться такого результата. Благодарю тебя за твоё интервью. Желаю тебе благополучия, благополучия твоей семье. И желаю, чтобы в ближайшем обозримом будущем твоя цель была достигнута. Спасибо. Спасибо.